К другим новостям. Новые направления работы открывает для себя старейшее промышленное предприятие Республики Чебоксарское производственное объединение имени Чапаева. Ситуацию на месте оценил сегодня глава Чувашии. Сегодня завод по-прежнему работает на укреплении оборонспособности страны. Помимо военных заказов расширяет перечень пластмассовых, пиро- и резинотехнических изделий различного назначения. На предприятии наряду с выпуском продукции продолжается строительство и расширение мощностей. В 2012 году завод наладил серийное производство противоградовой ракеты нового поколения, повышенной эффективности и дальности «Алазан-10». Изделие инновационное, дешевле импортных аналогов, способно защищать площадь более 1 миллиона гектаров. На совещании говорили также о других достижениях предприятия. В 2012 году освоен новый вид технической пластины «Ям-Б». В данный момент изделие проходит квалификационное испытание. То есть квалификационные испытания начались в 2012 году и буквально через несколько дней они заканчиваются. Уже проведены все испытания, испытания положительные. Сейчас идет оформление документов. Кроме этого, освоено производство корпусов и авиационный бомб типа «Громады». Это изделие тоже прошло квалификационное испытание и по корпусу, и по снаряжению. Михаил Резников отметил также, что в 2013 году завод отгрузит продукцию на сумму почти 2 миллиарда рублей. Рост и реализация продукции у нас составляет около 10%. По отношению к 2010 году рост составляет более 20%. Чистая прибыль у нас по этому году ожидается более 20 миллионов рублей. Увеличение объемов производства и доходов предприятие добилось в первую очередь за счет освоения новых изделий. За последние пять лет доля инновационной продукции выросла на 15%. В будущем на заводе планируют ее увеличение. Новый проект по производству спецпокрытий для судостроительной промышленности получил поддержку со стороны правительства Чуваши в размере более 2,5 миллионов рублей. На сегодня, конечно, модернизацией будет она производиться. И новый проект, который вы запускаете, и с нашей помощью сейчас новый проект с помощью Ростехнологии запускается. Все те намерения, которые вы наметили, я думаю, и выполнятся. Работников завода, конечно, больше волнует вопросы, не связанные с технологиями, главное – зарплаты. Михаил Резников сообщил, средняя цифра по предприятию – 12 тысяч, рост к 2011 году составил 24%. Руководство ставит перед собой задачу поднять эту планку уже в этом году до 18 тысяч. Данифа Тагирова, Андрей Шоклев, Республика.